Сейчас вы можете увидеть, как искусственный интеллект превращает уровень из Geometry Dash в нечто совершенно новое и удивительное. Круто, правда? Способ, о котором я вам расскажу в этом видео, очень простой и универсальный, так как он кроссплатформенный, не требует мощного железа и определенных навыков по теме искусственного интеллекта. С вами Сабер и давайте перейдем к туториалу. Для начала нам нужно подготовить видео. У меня это видео уровня Cobwebs из Geometry Dash. Дальше нам надо разделить это видео на части по 2 секунды каждые. Переходим на сайт, перетаскиваем видео, нажимаем разделить по времени, выбираем 2 секунды и нажимаем разделить. Также можно будет сделать и с помощью любой программы для монтажа. Дальше мы берем любой кадр из видео и закидываем его в нейросеть, которая генерирует картинки. У меня это Different Dimension Me. У вас это может быть либо Stable Diffusion, либо Leonardo AI. Но для них нужно будет ввести вот такой промпт, чтобы придать картинке иишного эффекта. Рекомендую генерировать по 2 кадра для каждой сцены. Всего в этом видео 2 сцены, поэтому в итоге у меня получится 4 арта. Итак, вот все арты готовы. Сложил их всех в одну папку. И далее нам надо войти в Runway. Дальше переходим в Runway Gen 1. Runway Gen 1 применит стиль артов, который мы делали ранее, к нашему видео. Благодаря чему и получится такой удивительный результат. И сейчас вы можете меня спросить. Сабер, почему нам надо делать части по 2 секунды, если тут написано, что будут использоваться первые 4 секунды видео для бесплатных пользователей? Таким же образом будет меньше файлов и можно будет сэкономить немного времени. Да, соглашусь, но небольшая часть видео будет просто потеряна из-за особенностей этой нейросети. А мы так не хотим. Поэтому мы и сделаем длину отрезков по 2 секунды. Далее поочередно закидываем видео вместе с картинками. Сначала выбираем видео, потом нажимаем здесь Upload и выбираем нужный нам арт. Но перед тем, как нам начать генерацию, сначала нужно настроить нейросеть. Рядом с Settings нажимаем Advanced и видим вот такие ползунки. Луже всего у меня работают такие настройки. И так нам нужно будет сделать со всеми остальными видео. И пока идет процесс генерации, расскажу вам небольшой совет. Если длина видео больше, чем лимит аккаунта, а именно 37 секунд, а вы не хотите платить за увеличение лимита, то при его истечении можно будет просто завести новый аккаунт. И таймер опять сбросится к 37 секундам. Так можно будет делать столько, сколько вам угодно. Теперь остался последний шаг. Когда все отрезки будут готовы, заходим в программу для монтажа. У меня это Adobe Premiere Pro. И закидываем их все в проект. Рендерим промежуточный результат и изменяем длительность ролика на оригинальную. Так как из-за особенностей Runway итоговые отрезки получаются длиннее, чем обычно. Рендерим еще раз и готово. Наши валик полностью готов. Теперь можно его сравнить с оригинальным видео. Результат можете оценить сами. Надеюсь, это видео вам было полезно. С вами был Cyber. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok